Глава 2. Этапы социализации и воинские обряды в жизненном цикле казака. Деление на возрастные группы – характерная черта традиционных сообществ. При этом по-настоящему значимым признавался не реальный биологический, а социальный возраст, критерием наступления которого было вступление индивида и его группы в возрастную систему путем специальных посвятительных обрядов, инициаций. В казачьей традиции большинство из этих переходно-посвятительных ритуалов было связано с подготовкой мальчиков и юношей к предстоящей воинской службе, а успешное прохождение через них признавалось сообществом критерием взрослости. К числу таких переходно-посвятительных обрядов у казаков могут быть отнесены обряд на зубок, пострижение и сажение на коня, проводы на службу, встреча со службой. Однако социализация юношей и их подготовка к военной службе не ограничивалась этими обрядами, а представляла собой процесс длительный, кропотливый и практически непрестанный, начинавшийся с самого рождения мальчика-казака, реализующийся на акциональном и вербальном уровнях, включающий в себя и рациональные и символические действия. Под заголовок «Детство, отрочество и юность». Начальная социализация ребенка, его очеловечивание и введение в семью и общину проходила в рамках родильно-кристильной обрядности. Важнейшие элементы этой обрядности были направлены на то, чтобы вывести ребенка из причастности и принадлежности к тому миру, из которого он пришел, и ввести в мир этот, задав правильные параметры его тела и будущей судьбы, обеспечив нормальное дальнейшее развитие. Рождение мальчиков в казачьих семьях всегда было более предпочтительным и ожидаемым, чем девочек. Мальчика ждали и желали гораздо больше потому, что только на мужскую душу подолагался казачий пай земли. С рождением мальчика семья наделялась также и на преумножение казачьей славы семьи и рода. С целью регулирования пола будущего потомства прибегали к магическим приемам. Под постели подушку подстилали или клали соответствующие предметы, например, мужские штаны, шинель и даже оружие, если хотели рождение мальчика. Роды обычно принимали специально приглашенная повитуха. Большое значение в родильном обряде придавалось пуповине, плаценте, последу. И так называемые рубашки, то есть околоплодные оболочки, они связывали ребенка не только с матерью, но и с потусторонним миром, откуда он приходил. Считалось, что указанные элементы способны влиять на судьбу человека, поэтому с ними совершались различные магические действия, призванные подкорректировать судьбу новорожденного. Так казаки верили, что если повитуха хорошо и правильно перережет пуповину, то ребенок никогда не будет писаться. Пуповину высушивали и хранили. Когда ребенку исполнялось 7 лет, ему предлагали пуповину развязать. Если он успешно справится с задачей, считалось, что будет легко обучаться, получать любые знания и навыки. Если ребенок рождался в рубашке, околоплодной оболочке, говорили, будет счастливым. Рубашку укладывали в сумочку, сшитую из новой ткани, и хранили до возраста лет, обычно до брачного возраста. После чего ее пускали по воде, то есть топили в реке. Плаценту закапывали в потайном месте, через которое никто не мог переступить. Под плетень, под дерево, под саху сарая. Вместе с тем манипуляции с плацентой также были направлены на формирование будущей судьбы новорожденного. Плаценту девочки предпочитали закапывать под порогом, чтобы вовремя была засватана. А плаценту мальчика в пол под припечком, чтобы не был гулящим. Приняв ребенка, повитуха объявляла его половую принадлежность возгласами. Конь с седлом, так называли новорожденного мальчика. Или пренебрежительным расширепа, засыха, в случае лес рождалась девочка. Далее повитуха путем специальных манипуляций задавала правильные параметры телу новорожденного. Лепила человека. Выравнивала ножки, прижимала нос, поправила головку. Далее цитата. Выделывают яму и носик. И все, что не в порядке. Бывало родиться, а голова вон какая была. Она, бабка, отседа и отседа, и голову поставит и поправит. А носик делает, чтоб аккуратный был. Особенно у кого тяжелые роды, не будет он нормальным. А бабки повитухи так делали. Конец цитаты. По свидетельству Т. Ю. Власкиной, в хуторах Быковского района Ростовской области, после рождения мальчика клали в красный угол новое седло и плеть, оставляя их там до его крещения. При уходе на службу казак забирал эти вещи с собой в качестве казачьей справы. Следующий этап очеловечивания новорожденного – купание, которое должно было не только смыть с ребенка следы принадлежности к иному миру, но и закрепить его принадлежность к миру этому человеческому. С этой целью во время купания читали молитвы «Отче наш» и «Богородицу». И приговаривали «Спаси, Господи, младенца, дай, Господи, счастье и дай таланта». После этого ребенка смывали святой водой, набранной на крещение. В воду для купания нередко добавляли травы – чабрец, чистотел, череду. После купания воду выливали в такое место, где никто не мог ступить – под плетень и прочее. Новорожденного на Дону, как и вообще в русской народной традиции, подвергали так называемому «тугому пеленанию» с помощью свивальника. Традиция заворачивания ребенка в свивальник объяснялась тем, что таким образом у него выпрямлялись руки и ноги, а кроме того ребенок не причинял себе вреда руками. Далее цитата. Свивальник обязательно, особенно барышням, чтобы стройные были. Свивальник он под спину толстый, а своды уже тут мутоски, привязаны и на перекрест яму. Вот так под Нива подоткнешь, и он стройный растет. А щас ноги туды, руки сюды, и сразу штаны. Они же хрящик молодой, а свивальник обязательно. Детей свивали и шесть недель не скали. Детё кричит, а свивальник обязательно. Руки грех свободными. Нередко сразу после первого купания ребенка заворачивали в старую одежду, например, в отцовские штаны. Этот обычай также знаменовал приобщение новорожденного к миру человеческому, к роду. Эту же функцию выполняла традиция помещения новорожденного на печь. В течение шести недель после родов наблюдался запрет родителям играть и гулять. По истечении шести недель, сорок дней, мать новорожденного вместе с ребенком шла в церковь за очистительной молитвой. Её также называли сороковой молитвой. В церкви новорожденного мальчика священник нес в алтарь, а девочку прикладывали к иконе возле алтаря. В народе говорили, цитата, «ребенка несет священник в алтарь, и он уже приобщенный, хотя еще и некрещенный». Конец цитаты. Важнейшим этапом в процессе социализации ребенка было принятие таинства крещения – крестины, крестьбины. Некрещенных детей называли на дону нехрест – кусок мяса татарча, полагая, что ребенок в это время рожден только плотью и не имеет души. Говоря о намерении крестить ребенка, поясняли, «нам мясо не надо, нам надо человека», подчеркивая тем самым необходимость его отчеловечивания. С этого момента начинался и жизненный цикл человека. Тогда он начинает жить, как перекрестят. Именно таинством крещения чаще всего связывались в народе обретение души. А значит и возможность ее спасения. По народным представлениям, дети, умершие некрещенными, не могли явиться на страшный суд, и их нельзя было хоронить на кладбище. Одним из символов этого этапа социализации было обретение имени, которое чаще всего давалось ребенку в момент крещения по святцам. Крестить ребенка старались как можно быстрее – в первый, третий день жизни. А в конце 19-го – начале 20-го века гораздо позднее. Время до крещения считалось опасным для ребенка, а потому было сопряжено с целым рядом запретов и предписаний. Для защиты некрещенного ребенка от происков нечистой силы держатели закрытыми окна. В доме не гасили лампаду, рядом с изголовьем держали зажженную свечу. До крещения ребенка не целовали, в некоторых поселениях не надевали на него рубашки. Новорожденного ребенка всячески оберегали от чужих глаз и неосторожного слова, опасаясь сглаза. Оставляя дома одного, без присмотра, некрещенного ребенка клали на печку и накрывали с головой одеялом. Выбор у крестных родителей придавали особое значение. Старались выбрать кого-то из родственников или близких друзей. На крестных возлагались обязанности приобщения ребенка к основам веры, а также обращения к Богу с молитвами и закрестника. Нередко крестные родители заботились о крестнике и материально. Одаривали на крупные годовые праздники, на свадьбе и на проводах в армию. В свою очередь крестник проявлял внимание к крестным родителям, должен был молиться за них, носить им рождественскую кутью, поминать их после смерти и прочее. Очень распространенной на Дону была традиция приглашать крестных родителей на свадьбу в качестве дружка и свашки. К церкви новорожденного мальчика нес крестный отец, девочку крестная мать. По свидетельству С. Намикосова, отправлявшиеся на крещение крестные отец и мать перевязывали себя уздою, которая выполняла функцию оберега. После обряда крещения на ребенка надевали кроме креста новую рубашку и подпоясывали ее поясом. Крест и пояс маркировал новый статус ребенка, человека и христианина и служили важнейшими оберегами. Крестные делали крестнику подарки и произносили благопожелания. М. Харузин писал, что во многих казачьих поселениях перед тем, как нести ребенка в церковь для крещения, его укладывали в переднем углу, завернув в лохматую овчинную шубу, молились. «Определи ему, Господи, таланты счастья и добрый разум долгие веки» и высказывали пожелания, чтобы он был также лохмат, то есть богат, как шуба. После возвращения из церкви младенца опять клали в передний угол, вновь обертывали овчинной шубой и молились, чтобы он был богат. В то время, пока крестили младенца в церкви, в семье готовили праздничный ужин, на который приглашали и бабку-повитуху. Обязательным блюдом на ужине была каша, отсюда название обряда «Крестильная каша» или «Крестная каша». Гости приносили ребенку подарки и вручали их родителям с благопожеланиями. В процессе взросления ребенка большое значение придавалось появлению у него первого зуба, а также фиксации первого шага. Так называемая магия начала. Первый шаг и первый зуб, по мнению исследователей, символизировали также очередной этап очеловечивания ребенка в физическом смысле отвердения. В литературе, посвященной донскому казачеству, часто встречается описание обряда на зубок. Вот как описывал его В. Бакадоров. Далее цитата. «Обряд этот состоит в том, что дождавшись появления у сына первого зуба, отец, надев на него свою шашку, сажает его верхом на своего оседланного коня, и в этот момент в первый раз подрезают ему чуб». Конец цитаты. Некоторые исследователи культуры донского казачества связывают вышеописанные ритуальные действия с еще более ранним возрастом ребенка. Далее цитата. «Когда по истечении сорока дней после рождения ребенка мать с сыном, возвращаясь из церкви, ее встречал отец. Он брал сына на руки, надевал на него какую-нибудь саблю, сажал на лошадь, подстригал ножницами волосы в кружок и возвращал к матери, поздравляя ее с казаком». Конец цитаты. Конец цитаты. Нужно идти о ритуале посажения на коня и первого пострига применительно к более позднему возрасту ребенка. Этот ритуал был известен и в русско-крестьянской традиции, где он проводился в день Святого Симеона и был приурочен обычно к трехлетию мальчика. Кубанские казаки впервые постригали и сажали на коня годовалого мальчика. Что касается обряда на зубок, то согласно письменным источникам он заключался в том, что при появлении у ребенка первого зуба родители устраивали пирушку, а родственники и соседи приносили ему подарки. Патрон, саблю, стрелу, лук и прочее, которые должны были также определить будущую судьбу казака-война. В народе считали, что зубы ребенку приносит мышь, а потому и первый выпавший зуб отдавали ей. «Если мышь зуб съест, зубы будут хороши». Мышь в мифологии и фольклоре многих народов предстает как посредницами между мирами. С ней связано приобретение человеком неких сверхспособностей – петь, танцевать, входить в транс и прочее. В свою очередь эти качества связаны и с самим фактом отвердения человека. В казачьем фольклоре запорожских казаков и казаков-некрасовцев встречаются сюжеты, в которых будущие казачьи атаманы рождаются уже с зубами и даже с двойным рядом зубов, что свидетельствует об их особых магических силах и способностях. Забайкальские казаки считали, что дети, рожденные зубами или двойным рядом зубов, являлись обладателями врожденного особого знания. Первый шаг ребенка символически маркировался обычаем разрезания пут – путы резать, когда между ножками впервые шагнувшего ребенка проводили ножом. Путы резать ножом раз, и он вроде с этого и пошел. Важнейшим этапом социализации мальчика и своеобразным первым посвящением его в казаки можно считать обряд посажения на коня. Мы уже отмечали, что разные исследователи связывают это событие с разными этапами взросления ребенка. Сорокодневье, появление первого зуба. Войду Сухоруков первым воспроизвел этот обряд и представил его в виде двух этапов. Далее цитата. Когда же по истечении сорока дней мать, взяв в церкви очистительную молитву, возвращалась с ребенком домой, отец надевал на него какую-нибудь саблю, сажал на лошадь, постригал ножницами волосы в кружок и возвращал сына матери, поздравляя ее с казаком. И лишь прорезывались у младенца зубы отец и мать, посадив его на лошадь, ввозили в церковь служить молебен Ивану-войну о том, чтобы сын их был храбрым казаком. Конец цитаты. Исследования, проведенные на основе полевых материалов Т.Ю. Власкиной, показали распространение посажения на коня в составе обряда пострижения, выявили его возрастную привязку к годовщине рождения ребенка, а также к интервалу от полутора до трех-четырех лет. И территорию бытования, определяемую как Средняя Паладонья и Степное Восточное Задонья. Старожилы хуторов нынешнего Чернышковского района Волгоградской области рассказывали нам о первом постриге и посажении на коня мальчиков в годовалом возрасте. Девочек по достижении года символически сажали за швейную машинку. В поселениях верховых казаков таких сведений нам не приходилось фиксировать. Согласно материалам Т.Ю. Власкиной, пострижение обычно осуществлял мужчина – дед, отец, крестный или односум отца. При этом мальчика сажали верхом на коня или чаще на снятое с коня седло. После пострижения мальчика провозили на коне, придерживая лошадь-злуздечку по улице, вокруг двора или церкви, примечая, как ребенок себя ведет и, если схватится за луку, будет хорошим наездником. Полевые материалы позволяют говорить об особой значимости трехлетнего возраста мальчика. К этому времени, как правило, он уже проходил через обряд пострижения и посажения на коня, а также отлучался от материнской груди, что знаменовало очередной этап в его социализации. Последняя особа подчеркивалась ритуальной формулой – «иди на свои хлебы». После отлучения от груди ребенка переводили во взрослую пищу. При этом мальчики переходили под опеку отцов. Уже с самого раннего детства социализация ребенка и его приобщение к этнической культуре, формирование представлений о родном крае, о его врагах, защитниках, об окружающих соседях и социальном культурном укладе жизни самих казаков и прочее, осуществлялось посредством фольклора, колыбельных песен, поговорок и пословиц, сказок, игр и прочего. В казачьих семьях, как и в русских крестьянских, маленьких детей укладывали в деревянную колыбель – «зыбка», и они засыпали под звуки колыбельных песен, в которых содержались первые сведения об окружающем мире. Далее цитата. «Бай-бай-колыбай, пошел отец за рыбой, а мать за водой, за холодной ключевой». О подвигах предков и врагах-неприятелях также узнавал ребенок из материнских песен. Через колыбельные песни приобщались маленькие дети и к православным традициям. Нередко матери или старшие сестры напевали детям в качестве колыбельных молитвы или духовные стихи. В качестве колыбельных распевали также казачьи служивские или былинные песни. Ориентированными на воспитание будущего воина-всадника были и детские игрушки. Практически у каждого мальчика был деревянный конь, изготовленный отцом или старшим братом, а также игрушечные ружья, пики, лукс со стрелами и прочее. Взросление мальчиков казачат проходило быстро, а их исключение в подготовку к будущему воинской судьбе начиналось очень рано. Далее цитата. «Воин по рождению и воспитанию, казак с детства приучался думать и чувствовать по-военному. Сын, внук и правнук служил его казака, он ребенком уже был казак. Трехлетки уже сами ездили по двору, а пятилетки бесстрашно скакали по улицам, стреляли из лука и играли в бабки, ходили войной». Конец цитаты. По достижению шести лет мальчики проходили через очередной этап посвящения в казаки. Рассказ о таком посвящении, по записи, сделанной в 1993 году со слов жительницы станицы Раздорской, приводил Б.Н. Проценко. Далее цитата. Далее цитата. Далее цитата. Далее цитата. Далее цитата. Далее цитата. У казаков был твердый обычай. Вот если мальчик, то ему с детства форму, фуроженьку, кепки не носили и коня покупали. Он пока молодой, отец подбирает ему жеребенка. Казаченок растет и конь у него растет. Отец приучает седлать жеребенка, сам водит, а казаченок сидит. В 14 лет отец поговаривает, надо коня покупать, потом его надо наезживать учить. Паренек растет вместе с конем двухлеткой. Конь знает, что он думает, а тот знает, что конь думает. Отец парня не ущемлял, но пускай парень же. А вообще уже в 4 года карабкались на коня. Первое занятие для ребятенка лошадь. В 6-8 лет я водил лошадей на луг. Встречал и распрягал лошадь. Конец цитаты. Из обязанностей вне дома мальчики-подростки считали наиболее почетный ввод коней на ночное, где постоянно устраивались состязания в ловкости и силе. Среди мальчиков-казачат было распространено гадание на масть будущего коня. Дождавшись прилета ласточки, увидев ее впервые, каждый мальчик старался, став на пятку, выкрутить в земле побольше места и отыскать там волос какого-либо животного. По цвету этого волоса определяли масть будущего коня товарища. О том, как и в каких условиях рос воспитывался будущий казак, красочно писал в середине XIX века и Миронов. Далее цитата. Кто что ни говори, а казак родится воином. Удальство, младечество, дух наездничества и жажда боя всасываются им вместе с материнским молоком. Каждый день видит он саблю и доружье, то грудь, увешанную крестами да медалями. Каждый час слышит он рассказы о подвигах отцов и дедов, об удальстве их наездничестве. Турки и французы, знакомые ему с детства. Посмотрите на наших ребятишек шести и семи лет, как бойко скачут они на лошадях, как легко стреляют из пистолетов. В рамках казачьего поселения подростки обычно объединялись в компании, ватаги, шайки, для совместных игр, в том числе военизированных, и озорства. Излюбленным развлечением подростков в летнее осеннее время была очистка чужих огородов, на что, кстати, община смотрела весьма снисходительно. В рамках семьи подростки наставничали младшим детям, прививали им как хозяйственные навыки, так и навыки владения лошадьми, борьбы, драк, ориентирования на местности и прочего. Нередко мальчики-подростки сами мастерили игрушки для младших детей. Далее цитата. Брат делал и дом, и бас, из плетня вырубают, играют, всю подворью мог сделать, бас коровий, поросятам, не наглядишься, красиво так делал. Конец цитаты. По достижении подросткового возраста мальчики еще активнее принимали участие в так называемых потешных сражениях, кулачных боях, игровых штурмах крепостей. Эти забавы должны были способствовать подготовке казачат к будущей военной службе. За потешными играми подростков нередко наблюдали взрослые казаки и даже сам станичный атаман. Подробное описание того, как происходила социализация казачат в Оренбургском казачьем войске, представлено в статье А.И. Кривощокова. По его словам, с 7 лет наступал самый счастливый возраст – отрочество. С этого времени мальчиков начинали постепенно приучать к трудовой жизни в поле и дома. Дома, особенно зимой, мальчики начинали помогать отцам в уходе за домашним скотом. Гоняли на водопой, задавали сено. В поле казачата следили за лошадьми, путали и поили их. Весной, сидя верхом, баранили землю. Летом сгребали сено, возили копны и прочее. Очень рано отцы начинали приучать детей ездить верхом. Пока ребенок не мог держаться на лошади и самостоятельно, отец возил его, сажая впереди себя. Затем мальчика сажали верхом одного и отправляли на водопой. При этом отец шел рядом, держа коня под узцы. В результате, к семи годам, мальчики становились прекрасными наездниками, а к десяти скакали наравне со взрослыми казаками. Все они, без исключения, самозабведно любили лошадей и верховую езду. Далее цитата. Мчится в карьер казачья лошадка. А на ея спине, стоя, упершись в хребет босыми ногами, с лихим гиком несется казачонок. Горе ему, если упадет, не в том беда, что ушибется, а в том, что упал. Стыд перед всеми засмеют. Бабой назовут, скажут. Какой казачонок, коли с лошади пал? Так с детских лет мальчик незаметно растет наездником. Далее АИ Кривощенков дает далеко неполный список детских игр. Стрельбу, прятки, лапту, сокушки, из-под полога жгутом, воровать шапки, в войну с обязательным пением военных песен. Элементами последних были разведчики, засады и прочие военные атрибуты, включая рукопашную атаку. Очень распространенным среди детей на Дону, по свидетельству Екательникова, были игры в шапки, мелкие овечьи или свиные кости, также известные под названием бабки. Эта игра способствовала развитию навыков бить шипком птицу и зайцев. Наши информаты также говорили о широком распространении игры в кости, казанки. ВД Сухоруков так писал о забавах новочеркасской детворы, направленных на подготовку к ее будущей службе. Далее цитата. Многие компании молодых людей и особенно дети выходили за город к палисаднику, которым обнесен весь город, или в сады. Здесь они с ружьями, другие с луками и стрелами соревновались в стрельбе. Были между казаками такие стрелки, которые на довольном расстоянии выбивали пулею из рук монету, положенную между пальцами, не зацепив держащего ее. В другом месте, около палисадника, большая толпа малюток, разделенная на две партии, разбирала лагерь из камыша. Все в воинских доспехах, в бумажных шапках или дунках, с лубочными саблями. С маленькими деревянными пиками в каждой партии свой предводитель, знамена из окрашенной бумаги, трещотки, бубны и тарелки для торжественных песней. По данному знаку, обе партии снимаются с лагеря, сходятся, сражаются, победители преследуют людей и торжественно с трофеями своих подвигов, при звуке бубнов и тарелок входят в город, чтобы принять от стариков похвалу. Конец цитаты. И Тимошенков, в очерке, посвященном общественному быту и народным обычаям станицы Казанской, писал интересную практику межевания станичных юртов, которая вполне может рассматриваться как одна из стадий социализации подростков. Далее цитата. Граждане, сошедшись с гражданами других пограничных станиц, согласились на счет меж и поставили везде грани. Для того, чтобы они лучше помнились в народе, граждане собрали всех взрослых мальчиков, как из своей, так и из всех других станиц, водили их толпою и секли розгами в тех местах, где стоят грани. Как высекут, так и пустят бежать домой. Делая это, они надеялись, что каждый мальчик до старости будет помнить то место, где был сечен. Конец цитаты. Обычай сечения на меже был широко распространен у русских, что закрепилось, в частности, в поговорке. Кто на меже сечен, тот и в понятые идти. Иди. Кто на меже сечен, тот и в понятые идти. Т.А. Бернштам полагала, что в этом обычае закреплена связь межи, границы, с каким-то древним возрастным обрядом. Большую роль в социализации юношей в казачьей традиции играла система взрослого наставничества. Когда старшие передавали свои умения и знания о младшем, в семье подготовкой мальчика-казака к предстоящей службе занимались отец и старшие братья. Казаки-старики приобщали малолетков к казачьим традициям и казачьей истории как посредством легенд и преданий, так и с помощью текстов, представляющих собой воспоминания о войнах и сражениях, в которых они сами принимали участие. Донской историк Х. Попов вспоминал, что в детстве не раз слышал о различных вариантах рассказы о Ермаке, с именем которого связывалось понятие о славе казачьей. Он же рассказывал, цитата, «Однажды, когда я уже учился и умел читать, лет восемь от роду, меня пристыдил неграмотный выросток постарше меня вопросом, почему ты называешься казак, на который я не мог дать ответа, а тот, обвинивший меня в незнании, получительно сам же ответил, по дедушке Ермаку, по донскому казаку». Конец цитаты. Пубертатный период во всех традиционных культурах воспринимался как переходный и был сопряжен с необходимостью прохождения через специальные переходно-посвятительные ритуалы. В рамках этих ритуалов, по словам М. Элиаде, юноши постигали три главные тайны – тайну сакрального, тайну смерти и тайны будущей семейной брачной жизни, или же сексуальных отношений в целом. С течением времени рамки перехода посвятительных ритуалов растягивались и размывались. Отдельные их элементы становились частью самостоятельных обрядов, например, свадебного или обряда проводов на войну. Но неизменными оставались их задачи – подготовить юношу к взрослой жизни. Юношу-казака нужно было подготовить к жизни и к главным содержаниям которой становилась военная служба. А потому таинство смерти и постижение смысла того, ради чего стоит умирать, приобретали особое значение. В казачьей традиции эти ценностные установки выражались посредством таких формул, как «за веру царя и отечества», «за други своя». Последний девиз берет свое начало от евангельского «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Приобщение подростков к основам православия осуществлялось уже не только в рамках семьи. Эта функция закреплялась общиной за казаками-стариками. Корреспондент казачьего вестника в 1884 году, описывая свое детство, вспоминал о том, как во время весенне-летних курогодов, то бишь хороводов, старики собирались неподалеку своими компаниями и читали детям жития святых. Особенно любимыми были о Николае Чудотворце и Иоанне Богослове. Пели духовные стихи. Мальчики и юноши имели возможность приобщения к казачьим традициям, присутствия при встречах-беседах казаков-стариков. Наши информанты так вспоминали об этом. Далее цитата. От деда Уварова я мало что слышал. Но вот здесь собирались однополчане с турецкой войны, старики. Один с того края села приходил с ночлегом, другой жил здесь недалеко. Вот они соберутся втроем, и всю ночь у них разговор шел. И такой разговор шел. Я пацаном был. И я все это слушал. И мне так интересно было. Я на них смотрел и думал. Ну, как это так? Война. Это что-то такое несравнимое с жизнью. Ведь это война. А на войне же бьют. Убивают. И вот эти люди, вот эти старики участвовали в боях. А причем они казаки. А у казаков ведь в основном одна сабля, шашка. Он шел лицом к лицу с неприятелем. Тогда врагом не называли, а неприятель. Вот они шли лицом к лицу с неприятелем. И кто кого. И вот они вспоминали, Алексей Максимович и Петр Андреянович. А помнишь, у нас казачок был такой маленький, и конь под ним был такой невзрачный. А говорит, как даст в намет, стрелой летит. А как он неприятеля встречал, как извернется, а потом как рубанет. И до седла полосовал надвое. Конец цитаты. Далее, видимо, еще цитата. Был у меня дед рыбном. Часто к нам заходил. Сидят, значит, казаки. Старинный и шоб обычай был. Что в праздник там, в воскресенье, выходной когда. Ну, на троицу там собираются. Надевают, конечно, парадное, праздничное. Этот самый китель, шаровары с вампасами. Как генералы. Особенно пожилые люди. И вот сидят, значит, курят на заваленке. Если у кого есть возможность, ну, не против выпить. Угостят, когда... Как в кафе получается. Песни старинные обязательно. А мы-то пацаны. Нам интересно же, о чем они толкуют, деды. О чем они говорят. Вот как сейчас помню. Про чеченов, про Чечню. Ну, ты, Аристарх. Ты в каком полку? Да я в таком-то полку. В кавказской компании. Ну, значит, с чеченами. На шамеля там, понятно. Мы за ним гонялись. А вот придет время, не останется тут на дону казаков. Возьмут вверх супостаты. Ну, они опять, кто о каком полку служил, тогда называли кордоны. На польской границе, в Молдавии, на западной Украине и так дальше. А я, значит, вот на Кавказе с чеченами. И рассказывает. Очень они воинственные, очень такие злопамятные, ловкие, хитрые. Голыми руками их не возьмешь. Гляди в оба. И только казаки могли управиться с ними. Много рассказывали. Конец цитаты. Особое значение придавали казачьи сообщества подготовке к предстоящей службе малолетков. По преданиям станицы Казанской, собранным и Тимошенковым, известно, что еще до времени Петра Первого по праздникам здесь устраивались воинские забавы. Станичные атаманы, старики собирали молодых казаков и организовывали соревнования в верховой езде, стрельбе, в плавании, на лошадях, через дон, беге. Устраивались поединки с пиками или плетьми. Отличившиеся награждались седлами, уздечками, оружием, порохом и свинцом. По словам и Тимошенкова, со временем от этой традиции остались лишь обязательные кулачки. На все крупные праздники, да и обязательная масленичная на станичный счет попойка со скачками и стрельбами. Для обучения малолетков организовывались и специальные сборы лагеря. Далее цитата. Случалось ли войсковому атаману обозревать верховые станицы для переписи малолетков? Он назначал удобное место, куда собирались из 20, 30 и более станиц атаманы со стариками и все малолетки на лучших конях, в полном вооружении, спиками, длинными ружьями, шашками, борщнями, луками и прочим. Обширный лагерь разбивался посреди ровной долины, на которой недели по две и по месяцу присутствие войскового атамана продолжались военные игры. Одна толпа юношей пробовала скачку и быстроту лошадей, другая на всем скаку стреляла в цель. Либо, разослав на землю бурку и бросив на нее плеть, монету и тому подобное, хватали их на всем скаку. Выезжали охотники-поединчики и, раскакавшись друг на друга, начинали бой плетьми. Отличившийся атаман награждал уздечками, приборами к седлу, оружием и прочим. Эта награда приобретала им уважение товарищей. С наступлением вечера производились кулачные бои. Войсковые власти также уделяли большое внимание подготовке молодых казаков к службе. В 1839 году в Новочеркасске был создан Донской учебный казачий полк, куда направлялись казаки с мест для приобретения навыков учебного шага. Однако к середине 19 века учебный полк был реформирован, и учеников стали обучать прицельной стрельбе, рассыпным действиям стрелков, рубке шашками, действию пиками, джигитовке и наездничеству. Выпускники полка в своих родных станицах обучали приобретенным навыкам молодых казаков. В середине 19 века подготовка малолетков осуществлялась планомерно. Для этого ежегодно устраивались так называемые майские сборы. Юноши проживали в течение месяца в тренировочных лагерях, проходили обучение под руководством специально назначенных инструкторов. С осени по окончании полевых работ и до конца зимы малолетков обучали, как правило в праздничные дни, на станичных учениях, собирая как станичную, так и хуторскую молодежь. Под руководством урядников малолетки обучались пешему и конному строю, маршировке, сабельным приемам и прочему. В конце каждого учения устраивали джигитовку и демонстрацию приемов наездничества. Далее цитата Устраиваются поединки, скачки стоя, лежа, кверху ногами, хватание земли брошенных плетей и других предметов, стреляние в цель на всем скаку и прочее. Конец цитаты Во время учений молодые казаки не только осваивали азы военного дела, но и припевались, разучивали строевые песни. При этом выявлялись наиболее способны к пению и игре на музыкальных инструментах, вырабатывался общий напев. Через тексты песен также проходила активная социализация юношей. Выступившие на праздничном учении малолетки могли быть подвергнуты повторному экзамену любым старым казаком. И Киевский описывал подобные случаи как норму общественного быта станицы Казанской. Едет, цитата, Проскочь на голове, покажи удаль. Малолеток, чтобы не ударить лицом в грязь, оправляет седло, скачет, хватает с земли камни, соскакивает на скаку с лошади и опять садится, становится кверху ногами и опять скачет. Это чрезвычайно занимает самого орла. И малолеток получает награду горсть пороху или десяток пистонов. Конец цитаты Далее цитата После станичных сборов, куда казаки с хутора собирались верхом, выезжая за станицу, молодые люди представляли в действии, рассказанное им, и разделяясь на две стороны, делали примеры сражения. Очень нередко присоединялись к ним и служащие казаки, которые делали им со своей стороны наставления. Эти домашние маневры часто соединялись со стрельбою в цель с лошади и пешком, и с другими воинственными упражнениями. Они бывали не только в воскресные дни, после станичных сборов, но и повторялись всегда, как только казаки съезжались вместе, особенно верхами, при разделах травных паев, при переездах из хутора в станицу и обратно, на светло-праздничных троицких святочных и масленичных играх. Так что война была преобладающей всеобщей мыслью среди домашних занятий и увеселений. Конец цитаты Жители станицы Котовской рассказывали нам, как каждый год станица командировала на смотр, проходивший на Куликовом поле, лучшего старого казака и лучшего мальчика. Далее цитата От каждой станицы они выбирались. И там они строим на конях, и там все смотрели, проверяли, конь, форма, ловкость, проверяли, как передается дух молодым казакам. Конец цитаты Готовили к предстоящей службе казака и в семье. Цитата Иногда отец готовить парня к службе. Чигитовкой с ним занимается. И тогда он уже называться казак с развязкой. Конец цитаты Конечная социализация казачьей молодежи не всегда происходила под обязательным контролем взрослых казаков и осуществлялась не в одних только положительно коннотированных формах. Так подростковые сообщества нередко доставляли немало неприятностей своим односельчанам, одностаничникам, пардон. В буквальном смысле, начисто, обирая сады и огороды, устраивали кровавые драки и прочее. Одна из таких драк, состоявшаяся в лучших воинско-казачьих традициях, красочно описана авторами картин из народной жизни. Далее цитата Хутор собирался всегда в большом числе и изыскивал все способы, чтобы напасть на станичных. Но они были осторожны. Наконец, он решился прибегнуть к военной хитрости. Все ребята посадили на коней и, взявши в руки кнуты, плети и палки, заехали в степь и остановились за бугром около той дороги, по которой должны были ехать их враги. Как только те подъехали близко, они из-за бугра с криком и визгом бросились на них, махая оружием. Те отвечали криком на крик и ударами на удар. Драка была долгая и жестокая. Конец цитаты В молодежных драках сообщества неженатых парней защищали свою территорию и провозглашали свое право на проживающих на этой территории девушек. Конец цитаты Если другая сила загадает девушку, так их коломьями гонять. Так их кольями гонять. Хутора жироздельный. Нравится девушка, а попробуй подойди, если она с другого хутора. Прямо колья заостряют и гонят. Вот девушку один загадал, а на того парня уж весь хутор летит. У нас в станице низ Бурдиновка Бурдиновка Затележина Подмаяк Четыре части Еще мальчишками жили В чужие места Не появляйся Не так-то безопасно Конец цитаты Честно говоря, трудно читать говор Не очень удобно Когда ты на нем не говоришь Поэтому извиняюсь Последующее взросление и переход в очередную социо-взрослую группу вовсе не предполагали отказа казаков от приверженности дракам. Правда, территорией взрослых драк чаще всего становился кабак или любой праздник. Внешние наблюдатели отмечали, что взрослые казачьи драки были, как правило, беззлобными и проходили скорее на любительские состязания в силе. Об этом писал, например, в начале 20 века художник И. Машков. Далее цитата. Пить казаки любили. Пили при каждом удобном случае. А случаев было много. Выход и приход из лагерей, проводы на службу, свадьбы, крестины. В пьяном виде казак был широк, шумлив и нередко буен. Но буйство это всегда, сколько я помню, не принимало кровопролитных форм. Это буйство скорее носило какой-то нарочитый характер. Чушь-бартушь, я ж казак! В таком вот виде я мог наблюдать казаков и старых, и молодых много раз. Частенько двери винного заведения, которым заведовал отец, трещали. Стойка дрожала, столы сотрясались от могучих ударов кулаков. Часто возгорались громкие споры пивших казаков между собой, доходившие до скандалов и до драки. Но даже в драке казаки соблюдали известные нормы. Драки были незлобливы. Я никогда не видел беспощадных ударов, чем попало. При этом, через пять минут дравшиеся, уже мирно обнявшись, следовали домой, целуясь по пути. У меня во время подобных скандальных сцен, как это ни странно, для ребенка никогда не было такого состояния, что может совершиться что-либо ужасное. Не знаю, чем это объяснить, но я бывал всегда в полной уверенности, что скандал кончится благополучно и мирно. Никого не убьют, не зарежут. У моих родителей, конечно, беспокойства было больше. В потоке расходившихся буйных страстей могли пострадать тарелки, графины, стаканы, окна, столы, стулья, но, пожалуй, и только. Да и это было очень-очень редко. Да, видимо, и не было таких условий у казаков, которые бы создавали зверскую обстановку и зверский инстинкт. Их жизнь производила впечатление здоровой, цветущей, полнокровной. Если гулять, то гуляют до положения, если работать, то работают, работают много и упорно, все от мала до велика. Конец цитаты. С наступлением семнадцати лет казачья молодежь приобщалась к сиденочной повинности. Юноши-сиденцы образовывали при станичном правлении так называемые рассыльные команды, состоявшие обычно из пятнадцати и более человек. Их посылали различными мелкими поручениями, депешами и прочим. Достигнув восемнадцати лет, юноши приводились к присяге. Этот ритуал был важнейшим в жизни казака. В начале года по приказу станичного атамана собирались все приводимые к присяге. В станице перед церковью обряд проводился священником в церкви с целованием креста, евангелия и знамени. С момента принятия присяги юноши поступали к приготовительным разрядом и в течение трех лет продолжали активно готовиться к выходу на службу, который обычно происходил весной. В назначенное станичным атаманом время устраивались смотры наряженных на службу, которые проходили несколько раз за зиму. Сначала инспекторы осматривали лошадей, к которым приявлялись очень строгие мерки. Не старше девяти лет, не менее двух оршин ростом и прочее. Затем седла, сидельные, сумы. В последнюю очередь проверяли готовность к службе самих казаков, осматривали оружие и обмундирование. Смотры организовывались несколько раз в течение зимы сначала станичным атаманом, потом военным приставом и, наконец, атаманом отдела. Обнаружив какие-либо неполадки, начальство призывало, приказывало призывнику исправить все в определенный срок. В случае невыполнения он мог быть подвергнут взысканию, в крайнем случае даже аресту. Один из наших информантов станицы Усть-Бузулукская рассказывал следующее. Далее цитата. По этой улице Большая называлась. Все эти смотрельщики жили начальство. Вот они выходят, смотрят каждого, а их может быть человек сто по обе стороны улицы стоит. Смотрят, что положено, коня, уздечки, чем бур, седло и плетка обязательно. Если на смотре глядят, износились у него чего. Кум там, глядишь, несет свои сапоги, что подчитаться. А ему сапоги не лезут, штраф ему тогда. Конец цитаты. В станице Михайловской и хуторах Креповский и Лысогорский в Хаперском округе, где существовала своеобразная традиция народного театра, смотры казаков отмечались театрализованным представлением. Атаман Чуркин. Текст этой драмы был насыщен песнями, поэтому для участия в ней отбирались казаки, имевшие не только актерские таланты, но и хорошие голоса. По ходу драмы в Атамана Чуркина стреляли из пистолета офицер. Убитого атамана подхватывали джигитовавшие по площади казаки и увозили на конях. Эта драма разыгрывалась трижды в год на смотрах весной, осенью, зимой и пользовалась огромным успехом у жителей станицы и хуторов. Безусловно, она оказывала и большое воспитательное воздействие на тех, кто готовился к выходу на службу. Вся зима для наряженных на службу проходила в напряженных хлопотах. Они откармливали коней, исправляли и чистили амуницию. Выход обычно назначался на середину мая. Это событие сопровождалось развернутым обрядом проводов призывника, который, по сути, представлял собой еще один этап посвящения казаки. С момента выхода на службу казак поступал в строевой разряд.